Тепло не для всех. Отопительный сезон в городе постепенно начинается. С 12 сентября по распоряжению главы администрации города отопление включают в объектах социальной сферы. Чего не скажешь о жилом фонде. Как говорят в Кировской теплоснабжающей компании, есть риск, что в некоторых квартирах кировчан батареи будут холодными еще долго. В зоне риска сразу 4000 домов. Подробности в сюжете Анастасии Шерстневой. Больше десятка рабочих, спецтехника и трубы, которые специально привезли из Московской области. Рабочие выносят теплосети из-под здания на территорию рядом. Этот спорткомплекс Новоровского стал скандально известен весной, когда его стены обрушились от ветра. В придач выяснилось, что построили объект на тепломагистрале. В принципе, они должны были сначала вот это все сделать. Даже удивилась, что это, вот именно, я думала, сделано у них все, по сути, вот сейчас. А сделать власти призывали еще в июле, чтобы к отопительному сезону все было готово. Но вот уже середина сентября, а работы еще не закончены. Расстояние, которое установлено с НИПами и правилами, мы его отстраняем от здания, чтобы этот участок был ремонтный, ну и был доступ к нему. Через неделю Кира-2 будет готово все. А это рискованно считают в КТК, так как отопительный сезон уже начинается, а трубы еще нужно подключать к сети и опрессовывать их. А на это нужно время, которого может не хватить. Зато жители домов рядом с другими раскопками Новоровского могут не переживать о холодных батареях. На одном из самых крупных объектов реконструкции теплосетей в Кирове на улице Воровского работы уже завершаются. На трубах длиной больше чем 800 метров уже сделали последние швы. От этих сетей зависят сразу 26 домов поблизости. Сегодня в них попадет горячая вода, так как объект будут вводить в эксплуатацию. Но уже в субботу вода снова появится в домах. И к отопительному сезону здесь будет все готово. Всего этим летом представители КТК должны были реконструировать 24 участка сетей. На следующей неделе, уверяет Олег Прохоренко, все работы будут закончены. Мы ожидаем, что на следующей неделе отопительный сезон уже начнется. У нас готов график. Мы пока его не публикуем. В силу того, что непонятно, когда начинает отопительный сезон. Мы сразу его разместим, выложим, покажем. Нам дается 10 дней на то, чтобы подключить все дома в Кирове к теплу. Но есть риск, что подключить все дома не получится. Энергетики сообщили, что больше 4 тысяч домов не готовы к отопительному сезону. Они до сих пор не получили паспорта готовности. Хотя по данным администрации города, проблема не в технических вопросах, а в финансовых. Готовность жилого фонда, техническая готовность составляет 98%. Для потребителей тепловой энергии необходимо выполнить 19 условий. Одно из которых является отсутствие негулированной задолженности. Вот по этой причине сейчас половина управляющих компаний не может на сегодняшний день пока получить паспорт готовности. По подсчетам энергетиков, в общем, управляющие компании им должны полтора миллиарда рублей. Но эксперты убеждены, что это не должно отразиться на подаче тепла. Долги не должны влиять на запуск отопительного сезона. Желаемо задействительно выдаются. То есть есть там, конечно, такое условие по отсутствию задолженности. Но и вот там критерии, и глубина этой задолженности не регламентирована. Хотя послуждающая компания все равно, она и несет такие социальные функции, то есть она не сможет для отопления оставить эти многоквартирные дома. Техническую готовность домов в Кирове подтвердили и ресурсники. Но подчеркнули, что проблему с долгами необходимо решать. И уже прорабатывают этот вопрос совместно с властями. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов. Бюро новостей Дайвича.